В Твери принята программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города. Согласно документу, в ближайшие 19 лет областную столицу ждут глобальные изменения, связанные с реконструкцией и строительством дорог, созданием надземных и подземных парковок, обустройством выделенных полос для общественного транспорта и даже возвращением трамвайного движения на улицы города. Какие-то из планируемых нововведений выглядят вполне логичными. Другие эксперты оценивают с изрядной долей скепсиса. Вполне реализуемый план или утопия? Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города, рассчитанная аж до 2039 года, вызвала в региональном центре широкий общественный резонанс. Документ объемом почти в 200 страниц несет в себе предложение по целому ряду проблемных для Твери вопросов. Ремонт дорог, развитие системы общественного транспорта, обустройство парковочных и пешеходных зон. Однако, по мнению доцента кафедры автомобильного транспорта Тверского государственного технического университета Владимира Оршанова, к составлению программы ее авторам стоило бы подойти более вдумчиво. Терминология. Городские улицы дороги называются автомобильными дорогами. Коэффициент загрузки. Уличной дорожной сети принято 45, хотя эта цифра должна быть 0,45. Много там ляпов, приведены картограммы интенсивности движения. По-моему, они просто взяты из ядных с пробки. Впрочем, понятно, что рядовым горожанам до таких нюансов, как коэффициент загрузки, дела нет. Они рассматривают документ в целом. Так, пожалуй, самой громкой стала инициатива по возвращению в Тверь трамвайного движения. Вид общественного транспорта, который покидал улицы города долго и мучительно, может вернуться в областной центр уже через три года. Авторы программы настаивают, что это будет логичным шагом в работе по развитию столицы Верхневолжья. Развитие трамвайной сети города Твери необходимо для удовлетворения потребностей населения в пассажирских перевозках. В результате введения трамвайного движения на уличной дорожной сети города ожидается снижение дублирования маршрутной сети, снижение затрат времени на передвижение наземного городского пассажирского транспорта, снижение загрузки уличной дорожной сети в центральной части города, обеспечение беспересадочного движения между основными зонами жилой и промышленной застройками, а также культурно-бытовыми и образовательными учреждениями. Как говорится, L-логика. После того, как трамваи были убраны с дорог Твери, рельсы сняты, а участки, где они лежали, закатаны московскими и питерскими мастерами в современный щебеночно-мастичный асфальтобетон, городские власти вновь заговорили о необходимости создания в городе сети электрического общественного транспорта. Любопытно, что часть трамвайных путей, судя по опубликованным проектам, проходит через Бурашевский путепровод, где их уже демонтировали. По словам Владимира Аршанова, тенденция к возвращению трамваев набирает в европейских странах популярность. Однако нужно ли вновь запускать трамваи в Твери – вопрос неоднозначный. Сейчас вот эти автобусы, верхнего уже синие, они ходят свободно, не то что они там, иногда даже полупустыми не ходят. Зачем тогда нужен трамвай? Надо это опять же изучать. Надо изучать новые уже сложившиеся пассажиропотоки, изучать больные места, где вот там не хватает, вот автобусов этих не хватает. Можно это добавить в автобусы? Нет, нельзя. Трамваем, опять должны быть расчеты, это должен быть вывод. Единственным разумным шагом в истории с возвращением трамвайного движения в Твери экспертам пока видится лишь обустройство для электрического общественного транспорта выделенных полос. К слову, о выделенках в программе говорится не только в контексте трамваев. Ожидается, что выделенные полосы будут организованы и для автобусов транспорта Верхней Волжья. Причем эта работа затронет все районы города. Транспортное обследование выявило возможности организации выделения полос на рассматриваемой территории при корректировке существующей схемы организации дорожного движения. Однако просто так взять и отдать полосы на дорогах Твери под общественный транспорт затея малоперспективная, считает Владимир Аршанов. Работа должна вестись комплексная. Необходимо провести детальный анализ дорожно-транспортной ситуации в городе. Рассмотреть вопрос о создании надземных или подземных пешеходных переходов. Задуматься о создании новых парковочных пространств. Ведь автомобилистам куда-то нужно будет ставить свой транспорт, когда крайние правые полосы будут заняты автобусами. Последний пункт, кстати, в программе упомянут. Речь идет об устройстве надземных и подземных многоуровневых парковок. Владимир Аршанов считает это чуть ли не единственным светлым пятном во всем документе. Однако и здесь, заключает специалист, не хватило глубины проработки проблемы. Необходимо, во-первых, определить потребность. Там определено, что необходимо 35 тысяч машин и мест. На мой взгляд, это только для Южного 35 тысяч машин и мест требуется. Определить возможность этого подземления, возможно, гидрологические условия позволяют или нет. Определить, сколько затрат на это строительство и срок окупаемости. Оно хоть не проработано так как бы, но оно хотя бы обозначено. Словом, пока в механике реализации масштабной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Твери больше вопросов, чем ответов. Специалисты называют документ сырым и непроработанным. А некоторые предложения, по крайней мере пока, и вовсе кажутся абсурдными. Как бы то ни было, программа депутатами Тверской городской думы утверждена. Получится ли ее реализовать в том виде, в котором хотят городские власти, покажет время.